и снова всем привет Олег Алабудин с вами на связи сейчас мы проходим мануальную терапию и перешли к скруткам их на самом деле громадное количество сейчас мы все по очереди разберем но разобьем видео лучше на три части первая часть это скрутки на столе будут вторая часть это скрутки на полу и третья часть это скрутки при сколиозе это отдельные такие уже случаи когда более конкретно мы детально изучаем что с человеком случилось вот допустим лежит тут первый вариант лежит когда человек там на пляже пляжный вариант под голову положил как-то просто держится да но особо не думаю что и где просто подошли в грудную часть и в тазовую уперлись и и провели прием дошли до предела всем с приемом проводится одинаково тракция то есть это я растянул потом дошло до преднапряжение вот и дальше не идет несколько раз могу укачнуть туда не назад не туда-сюда только в ту сторону и потом мобилизационный прием толкаем мы соответственно в грудную часть и вот в эту тазовую кость представится именно в нее второй вариант если мы начинаем думать да то лучше все-таки человеку заднюю ногу выпрямить вдоль корпуса вдоль оси позвоночника чтобы она была руку из-под головы вытащить чтобы корпус его максимально уже практически лег видите и здесь прямой угол создать неважно где лежит стопа может здесь может здесь и зацепляемся за косточку который показал вот это свои кости локтевой грудной отдел можно сделать побольше вот так придавить его зацепились и раз два три и толкнули третий прием еще усиливаем эту формулу нашу подвините сюда поближе нога может опуститься так пониже вот она пусть отвисает тогда голова лежит просто вот она отвисает уже может так чтобы потянулась потянулась немножко да пока мы готовимся потом берем сюда коленом вот как вот увеличиваем движение ведь остальное дело то же самое и провели прием третий четвертый прием еще усиливаем то есть идем вот так ногу получается у нас движение будут корпусом корпус половина и тазом вот так вот толкаем все вместе и привели приемчик так помощнее да конечно вот с каждым приемом все мощнее и мощнее ложись обратно на стол если мы хотим воздействовать именно на поясницу ну смысле не на позвонки а на тазовой кости да там самый низ может быть или 5 или 4 в самом-самый низ да тогда заднюю ногу отодвигаем еще больше чтобы она вот аж туда было ведь чтобы он тут прогнулся вот и тогда производим толчок именно вот здесь так 5 5 прием так можно сделать через локоть на локоть положить и через его руку своей грудной клеткой если вы не вмещаете это своей грудной клеткой и общем продавить вот так шестой прием прямой угол нога прямая залазим на стол ну или на полутора сама будет пятый прием вот мы получается его своим коленом держим соблюдаем прямой угол с корпуса и нам это поможет то что мы с вами весом над ним находимся вот тут в тазовую кость уперлись здесь в грудь и раз раз стянули и толкнули может надо подальше снимать чтобы видно было пузо вот можно расфотографировать пузо видно хорошо да это шестой прием и седьмой прием вот я нарисовал это уже мы еще глубже понимаем что мы делаем фиксация от олега гудвина поворачивайся ко мне спиной спиной стараемся прямую ногу зацепиться за стол да чуть повыше отценись за стол предупреждаем его об этом руку вытаскиваем и захватываем колено чтобы он был повыше здесь максимальная ротация пальцем покажи себе так лайк и смотри на палец либо указать нам покажи вот сюда она действует нейро нейромышечное мышление когда мы видим где происходит движение то есть это пояснище подвздошный сустав крестцово подвздошный сустав да и позвонки прилегающие к ну самые нижние 4 или 5 то там и идет воздействие то есть куда смотрим там воздействие то есть дополнительно глазами доворачиваем себя есть такой закон когда вот если мы повернули дальше не поворачивается функционально да вроде кажется а если мы глазами доверем туда то у нас получится что мы еще больше можем провернуться да кстати потренируйте сами на досуге вот здесь что нам эффективно то что мы мы более мощно действует в таз на своем таз будет толкать тазом присели вот в тазовую кость и уперся здесь по диагонали как ремень безопасности оплатил и раз-два держись ногой раз-два колчок 3 далее смотрите если колено будет вот тут примерно 90 градусов да и меньше 90 градусов то будет воздействие на поясницу КПС и ППС вот еще меньше сделали да и будет воздействие на поясницу здесь ногой если угол больше получается и вот с этой стороны считать поменьше 60 градусов да то воздействие на груда поясничный переход идет уже вот сюда выше то есть поэтому нам нет особо цели толкать в таз мы можем толкать прямо в бедро так это седьмой вариант так 8 10 9 запишем на полу поэтому вот в седьмом варианте самый удобный это именно разработанный олегом гудвином во первых есть фиксация жесткой здесь и здесь да во вторых от угла бедра зависит то куда мы воздействуем бедро направлено примерно сейчас на грудной переход да значит там воздействие вот так направлено на 5 с 1 вот так это уже будет конкретно кпс и ппс видите направлено уже на тазовую часть вот ну а в следующем видео расскажу еще кое-что интересное с вами был Олег Аллафгуден до новых встреч друзья пока пока